Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. Сегодня вторник, 11 июля 2023 года, 503 день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 17 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Вначале я передаю всем привет от моего друга и соведущего этой рубрики, младшего лейтенанта Збройных сил Украины Руслана Рогованова. С ним все в порядке. Работает на победу Украины. Ждем его с нетерпением в эфире для подведения итогов и эксклюзивной информации. Ну а теперь мы начинаем наш обзор. Итак, сегодня, 11 июля 2023 года, в Вильнюсе начинается саммит Североатлантического альянса. И по имеющейся информации, президент США Джо Байден уже прибыл в Вильнюс. И наверняка там будут исторические решения, которые защитят Украину. Что пока известно на данный момент? Известно то, что Эрдоган, он согласился направить протокол о вступлении Швеции в НАТО, в парламент и как можно быстрее обеспечить его ратификацию. Это же подтвердил генсека НАТО Йенс Толтенберг после переговоров с президентом Турции и премьер-министром Швеции Улафом Кристенсеном. То есть, иными словами, Турция за вступление Швеции в НАТО в ускоренном порядке. То есть, иными словами, Эрдоган снова ответил смачного пинка Владимиру Путину. Ну, вы же помните, что недавно Путин говорил, что Эрдоган все делает под давлением США. И командир Фазова отпустил в Украину под давлением США. Теперь и Швецию он продвигает в НАТО. Ну, ну, бедный Эрдоган. Ох уж это давление США. Также на данный момент стало известно, что концерн «Ренметалл» объявил об открытии завода в Украине танков «Леопард». И в течение ближайших 12 недель будет открыт завод по выпуску бронетехники. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппер в интервью CNN. То есть, это тоже очень хорошая новость. Можно сказать, прекрасное начало недели. Будем надеяться, что Украина, которая сейчас имеет преимущество над Россией в танках, она получит преимущество подавляющее. Также генерал-полковник Сырский, он объявил, что Бахмут полностью взят украинскими войсками под огневой контроль. Сырский – это человек очень серьезный, второй человек после заложного. И это означает, что контрнаступление идет по плану. Об этом же самое подтвердил генерал Марк Карлтон Смит, который ранее командовал Генштабом Британии. Цитата. Контрнаступление является именно таким, как я и ожидал его видеть. Оно очень обдумано, очень точно и очень осторожно в отношении жизней украинских солдат. Я это могу только подтвердить, но Россия своих солдат не бережет. И в данном случае пришла новость о том, что под Бахмутом боевики Ахмата понесли потери. То есть так называемых спецназовцев Кадырова. Их разбили еще на подъезде к городу. Сообщают о десятках убитых и раненых, а также о множестве попыток дезертирства. И подтверждается, что силы обороны взяли Бахмут под полный огневой контроль. Также пришла очень даже интересная новость. А именно, стало известно, что был застрелен командир подводной лодки Краснодар, которого украинские СМИ обвиняли в обстреле калибрами Винницы. Речь идет о капитане второго ранга Станиславе Ржинском, который в данный момент перед своей смертью работал замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Он отправился утром на пробежку. Его подкараулил около спорткомплекса «Олимп» неизвестный. Выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся с места происшествия. Но тут, конечно, все безумно интересно. Во-первых, Ржицкий выкладывал в сеть свои забеги. Маршрут никогда не менял, поэтому рассчитать удобное время для его ликвидации не представлялось возможным. Также известны на сегодняшний день приметы подозреваемого. Об этом сообщила газета «РУ». Извольте полюбоваться, правоохранители разыскивают мужчину средних лет в голубой кепке. Ну все, это неопровержимые доказательства. Наверное, также, правда, пока неизвестно, был ли он в галошах или не был он в галошах, но мы скоро узнаем. Но дальше это совершенно замечательные подробности. Сотрудникам полиции пришлось повторно возвращаться на место преступления спустя несколько часов. Эксперт предположил вначале, что на теле у Станислава Ржицкого колото-резаные раны. Лишь к 17 часам вечера экспертиза установила, что Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину. При этом в теле погибшего было обнаружено две пули 9 миллиметров. Теперь оперативники отправились на место происшествия искать еще две пули, а также другие улики. Ребят, что торжу, это вообще уже совершенно интересно. Ждем такие же подробности. Но я также хотел еще раз показать вам фотографию этого персонажа. Я напоминаю, что Станислав Ржицкий это военный преступник, который выполнял преступные приказы по уничтожению мирных украинцев. Он был причастен к обстрелам в Виннице ракетами «Калибр» 14 июля 2022 года. Тогда погибло 27 человек. Откровенно говоря, у меня, ну я про себя могу сказать, у меня смешанные чувства. Я считаю, что было бы гораздо лучше, если бы такие, как вот этот персонаж, были бы арестованы и приговорены к пожизненному заключению гаакским трибуналам. Однако, ну, учитывая реальность, я могу только пожелать украинскому Массаду доброй охоты. Напомню также, что известный пропагандист Соловьев, он давно уже бегает с охраной. И я тоже хотел бы пожелать украинскому Массаду доброй охоты, потому что Соловьев реально убил больше людей. И еще одна небольшая ремарка. Сейчас в Твиттере идет какое-то странное нытье про то, что интернет-форум НАФА травит, занимается буллингом россиян. Так вот, мне интересно, сейчас тоже будет нытье про незаконное убийство российского военного преступника. Так, это так, чисто с интересом. Ну и в заключении, мы же с вами упомянули Димона Медведева. Так вот, обратите внимание, он стал одеваться так же, как Соловьев, в какие-то полувоенные френчи по китайскому образцу 50-х годов. Как тут не вспомнить бессмертного Владимира Семеновича Высоцкого. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ежа. Он гад над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь. И в заключении, дорогие друзья, я в очередной раз выражаю свою глубокую признательность и благодарность всем бойцам Сбройных Сил Украины за ваше мужество, за ваш подвиг, за то, что вы защищаете не только Украину, не только свою страну, а весь мир от абсолютного беспримесного зла. Спасибо вам от всего сердца. Спасибо. Разом до перемоги. Слава Украине. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. Обязательно подпишитесь на Телеграм-канал. И до встречи, друзья. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова